В этом видео я расскажу вам, какие татуировки опасно носить. Татуировка «Чёрное солнце». Многие считают, что чёрное солнце является русским символом солнца и обозначает светлое будущее русского народа. И из-за этого её набивают на тело исключительно русские люди с правыми взглядами. Но на самом деле это ошибка. Так как чёрное солнце является эзотерическим символом Германии 30-40-х годов 20-го века, вы не только будете пояснять за эту татуировку, но и можете встать перед лицом закона. Уровень опасности выше среднего. Серп и молот. В основном эту татуировку носят люди исключительно с левыми взглядами. Но люди советских времён эту татуировку не одобряют, так как они считают, что она порочит было величие Советского Союза и могут высказать в ваш адрес много негативных слов. И в вашей коммунальной квартире начнётся сущий кошмар. Уровень опасности средний. Татуировка 1488. Этот набор цифр на теле чаще всего обозначает белую силу. Люди набивают эту татуировку, как правило, из-за красивого значения своего года и дня рождения. Либо её бьют белые националисты, которые таким образом выражают протест против нелегальной миграции. И часто можно слышать, как эти люди кричат славу австрийскому художнику. Уровень опасности выше среднего. Знак анархии. Этот знак люди часто набивают с радикальными взглядами на жизнь, которые против существования самого государства. Они считают, что для них не писан закон, и его можно нарушать. В основном этот знак набивают фанаты короля и шута, а также популярен среди меньшинств и подростков. Если вы набьёте эту татуировку, вы будете пояснять перед правыми скинхедами. Уровень опасности средний. Татуировка руны. Набивая такую татуировку, вы сталкиваетесь с скандинавской мифологией. Так как многие считают, что набивая эту татуировку, вы становитесь настоящим берсерком. Но не всем такая татуировка понравится. Так как многие подумают, что вы язычник и выступаете против бога. И у вас всегда будет конфликт с православными верующими. Поэтому лучше набить купола. Уровень опасности ниже среднего. Татуировка молнии. Обычно набивают их электрики второго разряда или фанаты Гарри Поттера. Но также бывают люди с ультраправыми взглядами, чтобы было проще ассоциировать себя с войсками СС. За такую татуировку придётся долго пояснять не только мигрантам, но и представителям закона. Уровень опасности высокий. Татуировка калаврат. Многие люди считают, что этот символ связан со славянским язычеством. И бьют его исключительно в знак борьбы со тьмой. Но он наравне со свастикой и считается очень опасным знаком на теле. Будет много осуждающих вас людей за этот символ. И даже вы не сможете устроиться на работу. А также на вас могут налететь мигранты толпой. И заставят за этот символ извиняться. Но хуже всего, если вас повяжут и отправят в тюрьму. Где придётся отписываться от татуировки. Уровень опасности выше среднего. Лучше всего не набивать татуировки, чтобы не столкнуться с непредвиденными последствиями. А если набивают, то только правильные татуировки. Продолжение следует...